Всем привет! Сегодня мы поговорим о тех девушек, которые испытывают оргазм самостоятельно, но во время акта с любимым мужчиной это чудесное действие не происходит. Меня зовут Ольга Штерн, я сексолог и основатель онлайн-школы обольщения «Гейши». У меня для вас очень грустная статистика. К сожалению, примерно 70% девушек не испытывают оргазма во время полового акта со своим мужчиной. И эта статистика страшна тем, что мужчины пребывают в неведении, потому что девушки очень эффективно симулируют этот самый оргазм. Когда происходит ситуация, что женщина, набравшись смелости, все-таки говорит своему мужчине «Милый, послушай, вот как бы оргазма не было, и вот как бы удовольствия особо не было», он говорит «Да нет, это ты ненормальная, все до тебя получали, с тобой что-то не так». К сожалению, с большинством девушек приключается такая история, и один раз услышав такую фразу, девушка решает «Ну, наверное, действительно я какая-то не такая». Особенно, если вокруг нее существуют подруги, которые по их рассказам получают по 300 оргазмов за ночь и чуть ли не вызывают его своими мыслями. Но помните про статистику, и что первое я вам хочу сказать, что это нормально, если у вас оргазм не случается. Скорее, вам очень повезло, если оргазм – это ваш верный спутник во время полового акта, и вы можете себя поздравить и поаплодировать. Но если оргазма в вашей жизни все-таки нет, это не значит, что его не будет никогда, это не значит, что нужно ждать рождения ребенка, когда наступит климакс или когда динозавры оживут. Это тот навык, который вы можете развить, но здесь, конечно, нужно его развивать. И перед тем, как начать развитие этого навыка получения удовольствия, важно понимать всю суть женского возбуждения, и что оно очень сильно отличается от мужского. Мужчины возбуждаются очень быстро, и очень быстро доходят до пика своего наслаждения. Я всегда сравниваю мужское возбуждение с выключателем. Обычный выключатель света – вкл-выкл. Возбуждение есть, возбуждение нет. Все очень просто. Мы не такие. Наша система возбуждения устроена намного сложнее. Мы – паровозик, который стоит на перроне, и чтобы паровозик пришел в точку оргазма, ему нужно преодолеть очень большое расстояние. И это расстояние не преодолевается так быстро, как выключатель. За секунды. Некоторым паровозикам нужно 40 минут ехать до оргазма, кому-то нужно ехать 30 минут, кому-то 20. То есть у каждого паровозика в разный день, опять же, цикла, в зависимости от настроения, от того, что происходит в вашей жизни, он будет иметь разную скорость дохождения до оргазма. И это нормально, что вам требуется время, и это нормально, что в какой-то момент времени на вас действуют одни приемы, в какой-то момент не действуют приемы. И один из способов изучения собственного оргазма, изучения удовольствия – это смотреть и наблюдать за стороны и изучать те факторы, которые усиливают ваше удовольствие и возможность приблизиться к оргазму. Или, наоборот, замечать те факторы, которые это удовольствие от вас отодвигает. И очень просто, когда вы это выяснили, вы те, которые усиливают удовольствие, вы их делаете в большем количестве своей жизни, а те, которые уменьшают, вы стараетесь максимально из своей жизни убирать. Второй момент – это с чем я сталкиваюсь. Девушки часто не понимают, как они устроены, они знают, что у них есть столько клитор и считают, что это единственная зона удовольствия в их жизни, и больше ничем их, собственно говоря, не наградили. Но я вас обрадую или, может быть, удивлю. У нас, кроме клитора, существует еще миллионы разных точек от малых губ, точки G, глубоких точек, которые находятся у нас внутри и которые находятся рядом с нашей прекрасной интимной зоной, прикосновение к которому может давать просто фантастические ощущения. Вопрос только в том, что мы эти точки не развиваем, но почему-то ждем, что какой-то магический волшебник сам придет и вот эту всю чувствительность нам разовьет. Такой магии не будет, если вы сами не в курсе, что вас возбуждает, какие точки вам приятны и какие неприятны. Поэтому второй момент – обращаем внимание на наше тело, что с нашим телом происходит, и обращаем внимание на контекст, в котором происходит сексуальное взаимодействие. И еще, конечно же, очень частая проблема, почему нет оргазма – это посторонние мысли. Когда девушки во время полового акта думают, «Боже, потолок надо побелить, детей надо из садика забрать, а, боже, что мне завтра надеть, а что бы на ужин приготовить?» Если вы во время полового акта постоянно отвлекаетесь мыслями на какие-то посторонние предметы, само собой разумеется, никакого удовольствия вы не получите. Чтобы получить удовольствие, вам важно быть в моменте. Вам важно во время занять любовь, заниматься любовью, а не заниматься какими-то другими вещами в своей голове. И этот навык погружения, он очень хорошо тренируется. Здесь вам может помочь медитация на разные органы чувств. Например, вы закрываете глазки, берете перышко и концентрируетесь на том, как это перышко прикасается к разным участкам вашего тела. Ведете перышком по шее, по руке, по ноге, по любой поверхности вашего тела, которая только вас интересует в данный момент. И с одной стороны вы развиваете свою чувствительность, а с другой стороны вы учите свое сознание концентрироваться на ощущениях. Потом берете что-то, что пахнет, например, какой-то фрукт прекрасный. И вы его вдыхаете аромат, чувствуете, какой он сладкий, кислый, как он пахнет, вкусно, невкусно, нравится, не нравится. Этим занимаетесь какое-то время. Потом берете, например, и изучаете вкус. Если вы, например, взяли нектарин, откусываете маленький кусочек, смотрите, как он разливается по небу, смотрите на структуру этого самого фрукта, какая она мягкая, твердая, и таким образом концентрируетесь. Во-первых, вам персик будете есть намного приятнее, он будет намного вкуснее. Во-вторых, вы постепенно научитесь концентрироваться на ощущениях. И что у нас получается? Как только вы начнете делать это регулярно, и вы в любой момент во время полового акта вы нашли, обнаружили, что вы переключились на какую-то постороннюю мысль, вы берете и возвращаете себя в какой-то орган чувства. Например, вы стараетесь в этот момент подумать, а что чувствует ваше тело, как простыня соприкасается с вашей спиной, как ваш любимый мужчина вас трогает, и что при этом чувствует ваше тело. И так далее, и так далее. Вы чувствуете каждым участком тела, что происходит, и тогда ваши ощущения, конечно же, будут гораздо сильнее. А если при этом вы, например, сокройте глаза, то произойдет маленький космос. Аналогично вы можете концентрироваться на запахе, на вкусе своего мужчины, вы можете рассмотреть с любовью своего мужчину, тоже может вам помочь, но сильнее всего, конечно, помогает концентрация на ощущении тела. И, если честно, тема оргазма – это очень объемная тема, можно говорить часами про нее, и можно давать очень много различных практических инструментов. Конечно, в этом видео я вам их все не дам, но они есть в замечательном курсе «Мультиоргазм» на сайте geishaskool.ru, куда я вас приглашаю и всячески рекомендую следовать тем урокам, и тогда оргазм не застать себя ждать. В частности, там есть замечательное видео про самомассаж и пробуждение эрогенных точек на теле. Субтитры создавал DimaTorzok